Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! Сегодня на портале Экзегет мы завершаем чтение книги пророка Сафонии, 3 глава. Пророк в этой 3 главе вновь возвращается от обличения окрестных народов и Ниневии, то есть Ассирии, вновь возвращается к обличению собственного народа и собственной столицы, то есть Иерусалима. Горе городу нечистому и оскверненному притеснителю. Начинается 3 глава. Вот это горе, это гой обращается к Иерусалиму, не к Ниневии, а именно к Иерусалиму, столице Иудейского царства. Этот вывод будет очевиден, когда мы прочитаем следующие стихи. Город кровей, так называется этот город, так называет этот город пророк дальше. И вот мы читаем в 4 книге царств, в 21 главе, в 16 стихе. «Еще же пролил монассия и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех делать неугодное в очах Господних». Монассия, Моношей, а нечистивый царь, на чье долгое царствование приходилось и жизнь, большая часть жизни пророка Сафонии, он был не только идолопоклонником, но и проливал много невинной крови. То есть власть была насильственной и насильнической, можно так сказать, царская власть. И вот эти вот идолопоклонники, опричники, используя русское слово, царя Монассии, они истребляли пророков Господних, загоняли их в подполье, и всякое истинное богопоклонение они запрещали, насаждая культ ваалов, культ также ассирийских божеств и насаждая все ассирийское вплоть до заграничных шмоток. «Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, речь идет об Иерусалиме, к Богу своему не приближается. Князья его посреди него – рыкающие львы, судьи его – вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости». У Михея есть образ того, как князья плоти, кости народа словно в горшке пестом долбят, и готовя себе варево. И вот здесь помним мы образ трапезы, который присутствует в предыдущих главах. Вот здесь эти князья народа уподобляются злым, жестоким, диким, разъяренным, голодным животным – львам и вечерним волкам, которые не оставляют до утра ни одной кости, все обгладывают. Вот так вот эти вот князья, эти приспешники, нечестивого царя Моносии, они поступают собственным народом. Далее звучит критика пророков, из которой мы заключаем, что это не истинные пророки, а лжепророки. «Пророки его – люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон». В Священном Писании Ветхого Завета в Танахе нет термина «лжепророк», есть только пророки. А истинные пророки, пророки Господни, или это лжепророки, мы вывод делаем уже из контекста. Здесь речь идет о лжепророках. Кстати, часто и у других пророков звучит критика своих коллег, пророков, навеим. Пророки часто критикуют пророков и обличают их, а порой даже перечисляют вместе с гадателями, вызывателями мертвецов и прочей всякой нечистью. Так вот, здесь пророки и священники вместе через запятую перечисляются. Священники здесь оскверняют святыню. То есть, главная святыня Иерусалима – это, конечно, храм. Оскверняют они святыню, поклоняясь Ваалу, не заботясь о благочестии, попирают таким образом закон. Закон Моисеев, закон, заключенный Всевышним Богом со своим народом на Синае. «Господь праведен посреди Него». А главная, первая заповедь этого закона звучит, что… Как она звучит? «Я Господь Бог, то это не будет у тебя других богов при лице Моим. Не поклоняйся Ему, не служи Ем». Первая, главная заповедь закона, вот она попиралась, и святыня осквернялась. И там, где должен почитаться единый истинный Бог, происходила мерзость и долопоклонство. И на все это, во всем этом были виновны, в частности, священники и пророки, современники Сафонии. Читаем далее. «Господь праведен посреди Него, посреди вот этого города». «Него» здесь, на русский язык переводится мужским родом, потому что слово «город» на русском языке мужского рода. В Иврите, в языке Библии, это слово женского рода, «Господь посреди его». Это не значит, что если Господь посреди, то это хорошо. Ведь Господь может быть посреди города, чтобы этот город наказать. И Господь не делает неправды. Каждое утро являет суд свой неизменно, но беззаконник не знает стыда. Он не внимает слову пророка, слову Господню, и продолжает делать свое нечестие, то есть попирает закон и правду, не обращая внимания на то, что Господь являет свой суд неизменно, и явит, и накажет, и истребит. Шестой стих. «Я истребил народы, разрушены твердыни их, пустыми сделал улицы их, так, что никто уже не ходит по ним. Разорены города их, нет ни одного человека, нет жителей». «Я говорил, бойся только меня, принимай наставления». Прямая речь Господа. Нельзя бояться Господа. Бояться здесь значит благоговеть пред Богом и в то же время почитать иных богов. Человек, который рядом с Господом чтит какие-то другие божества или занимается идолопоклонством, и в то же время клянется именем Господнем, говорит, я Господу служу, ну и этим заодно поделкам тоже я служу. Такой человек не может искренне служить Господу, поскольку служение Господу не терпит соседства рядом с Ним других божеств или других объектов для поклонения. Так вот здесь говорится, «Бойся только меня», то есть благоговей, почитай. Благоговей только предо мной, почитай только меня и только мое наставление принимай, говорит Господь. Не может рядом с Законом Господним быть еще законов нечестивых, которые выдумал царь Монассия. Или Закон Господень, или Господа Конституция. «И не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем, а они прилежно старались портить все свои действия», звучит критика в адрес правителей, народа, князей, судей. Князья и судьи, вместо того, чтобы править народом правильно, по Закону Господню, и судить его в соответствии с божественными нормами, судили его в соответствии со своими злочестивыми и нечестивыми законами. Нечто подобное было в советские времена, когда некоторые статьи из Советской Конституции прямо противоречили Закону Господню. «Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля». Земля и все дела на ней сгорят, читаем мы уже в Новом Завете. И таким образом, пророчество Сафония, актуализированное апостолами, оно еще ждет своего исполнения, когда огнем ревности Господней, пожаром божественного гнева, будет пожрана не только земля иудейская, но и вся наша матушка-земля. И наступит новый мир, наступит царство добра и справедливости, то царство, которому в соответствии с нашей верой, в соответствии с нашим символом веры, не будет конца. Близок всему конец, а затем наступит новое время, наступит царство божественной справедливости, добра, эра милосердия, как сказали братья Лайнеры. И вот этому уже конца не будет. И все это пророки, и все это апостолы, и все это святое божественное слово, содержащееся в Священном Писании, оно нас отрезвляет, вразумляет нас, наставляет о том, что мы должны оставить всякое идолопоклонство, только Господу, Богу нашему поклоняться и Ему одному служить. И тогда этот день Господень, как сказано было, выше во второй главе книги, оно позволит нам укрыться в день гнева Господня. Ну что ж, продолжаем читать заключительную главу книги Сафонии. Близится к завершению эта глава, а вместе с ней вся книга. «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». Удивительная картина эсхатологической гармонии, как и всякая пророческая книга, почти всякое исключение, разве что книга пророка Наума. Книга Сафонии завершается не минорно, а мажорно. В ней звучит пророчество уже не о наказании, а пророчество надежды на реставрацию, на восстановление, на изобилие, на благоденственное, как мы молимся, и мирное житие. И в этом новом божественном миропорядке не будет места идолам, не будет места служения иным богам. Будут все народы, как здесь сказано, призывать имя Господа, призывать имя и дальше божественная тетраграмма, то есть единого истинного Бога, и служить лишь Ему, и при чем будут делать это единодушно. И, как сказал пророк, даже дальние острова, жители Галапагосских островов и Кирибати, будут призывать только имя Господне. И никаким истуканам даже на острове Пасхи люди поклоняться уже не будут. «Из заречных стран Эфиопии, поклонники мои, дети рассеянных моих принесут мне дары». Вот это пророчество удивительным образом исполнилось уже в христианскую эру. Эфиопия, Куш, стала христианской землей, христианской страной. В Эфиопии есть христиане, в Эфиопии есть иудеи, но совсем нет в Эфиопии идолопоклонников. В той стране, которая стопроцентно была идолопоклоннической во времена пророка, сегодня идолопоклонников нет. Там только поклонники Господа, как здесь сказано, «из Эфиопии поклонники мои». Вот как. «Дети рассеянных моих» здесь, видимо, уже имеются в виду израильтяне, которые будут рассеяны вплоть до Эфиопии, а они вернутся в святую землю Израиля и принесут Господу дары. «В тот день» «Айомагу» — это синоним выражения «день Господень». «В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоей узнатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей». Будет при возвращении народа после рассеяния из плена торжество божественной правды, и будет один единственный культ, культ Всевышнему Богу. Не будет больше валов, истуканов, поклонения всяким божествам и поклонения сверхдержавам, вроде бы таким, как Ассирий или Вавилон, а будут поклоняться только Ему, Господу. Об этом говорит нам пророчество, только что прочитанное. Далее, 12 стих. «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне». Смиренный и простой. Вспомним 2 главу, где говорилось «в защите смиренномудрие». Здесь параллель с теми самыми словами. Правда, смиренномудрие. Смиренные люди, они останутся, а гордые, надменные, князья, пророки, священники, они будут наказаны и истреблены. А вот смиренный народ и простой останется. Нечем человеку гордиться, нечем человеку тщеславиться и надмиваться. Нужно смиренно ходить пред Господом, Богом своим, и тогда, в день гнева, в день Господень, такой человек может быть сохранен, будет сохранена Господом его жизнь. Уповать на имя Господне. Уповаем мы не на серебро и злато, не на крепкую силу оружия, и не на важные политические связи, внешнеполитические, а уповать надо на имя Господне. И тогда Господь оставит народ, который дальше, в 13 стихе, назван остатками Израиля. «Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи и не найдется в устахах языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их». Благоденственное и мирное житие, изобилие. Эсхатология пророка Сафонии ничем не отличается от эсхатологии других пророков. И говорит она, эта картина предпророческим взором предстает как картина изобилия, благоденственное, возвращения, реставрации и всей той близости к Богу, которой человек сподобится после наступления Дня Господня, Божественного Суда и восстановления всего мироздания во всей мироздании, во всей его первозданности. Заключительные стихи с 14 по 20 третьей главы Книги Сафонии это пророчество надежды. Речь идет уже не о наказании, а о благословении Божьем, восстановлении и о радости и ликовании, которые ждут спасенных и избавленных от Дня Господня почитателей Господа. «Ликуй, дочь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца дочь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобой, прогнал врага твоего, Господь, царь Израилев, посреди тебя, уже более не увидишь зла». Нельзя забывать, что царем Израиля является Господь. Не нечестивый царь Менаше, не даже благочестивый царь Иосия, а именно Господь является царем, царем с большой буквы, царем Израиля. Мы, языческие народы, вошли в единство с Израилем. Мы, как, используя образ апостола Павла, мы, словно дикие масличные ветви, были привиты Господом к природной маслине и составили с Израилем единое целое. Господь разрушил средостение, преграду стоявшую между народами и Израилем. И все, через Христа, все народы призваны к этому единству с народом Божьим, призваны войти в этот народ Божий и стать с ним единым целым. И в эсхатологической перспективе именно так и будет. Сейчас мы это уже наблюдаем, а тогда это будет в полноте и во всей своей явственности, показано нам. Пророки об этом пророчествуют. В их эсхатологических пророчествах содержится вот эта величайшая весть, величайшая, радостная, ликующая весть о том, что уже мы никогда не увидим зла. В Новом Завете сказано, Господь отрет всякую слезу сочей, рабов своих, и не будет уже болезни, зла, смерти. Будет благоденственное и мирное житие, вечная жизнь с Богом и Христом его. В тот день скажут Иерусалиму, не бойся, и Сиону, да не ослабевают руки твои. Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти... Вновь Господь Бог среди тебя, среди Иерусалима, но уже не для наказания, а для спасения. Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Сетующих о торжественных праздненствах, я соберу твои они. На них тяготеет поношение. Несколько непривычное в этом контексте выражение. Фраза тяготеет поношение. Оно несколько диссонирует с общей тональностью заключительных стихов книги. Но дальше опять торжественный тон. «Вот я стесню всех притеснителей твоих в то время и спасу хромлющие, и соберу рассеянные, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношения их». Израиль справедливо претерпел от руки Господней наказание, поношение, плен. Спаслись лишь остатки Израиля, как сказано в 13 стихе. Но вот, несмотря на все это, Израиль не перестал быть народом Господним и пережил восстановление, возвращение из плена, реставрацию, а окончательное и полное торжество божественного добра и справедливости, божественного правосудия, оно еще ждет нас, и божественный суд ждет всю землю, всю планету и всех ее обитателей. А в конце всех своих рабов Господь удостоит пребывания там, в той реальности, которую Иоанн Иоанн в своем апокалипсисе называет новым небом и новой землей. Земля поношения будет новой землей для обитающих на ней. «В то время приведу вас, и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш пред глазами вашими, говорит Господь». Последним аккордом звучит объявление, анонс грядущего возвращения остатков израильского народа из Вавилонского плена. Вот этими словами говорит Господь, неум плюс тетрограмма, завершается небольшая по размерам, но чрезвычайно важная и для древних израильтян, и для нас с вами, современных читателей этой книги, важная пророческая книга, книга пророка Цфаньи, книга пророка Сафонии. Запись делается для библейского портала «Экзегет». 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 Продолжение следует...